Новости на Дону В учениях, нацеленных на повышение боевоготовности армейских частей, принимают участие танки, самоходные артиллерийские установки, штурмовые группы. Намечено проведение снайперских дуэлей. Всего по тревоге поднято полторы тысячи военнослужащих. На полигоны выдвигаются 300 единиц тяжелой и специальной бронетехники. Воздушную поддержку войскам окажет армейская авиация. Помимо Ростовской области учения пройдут в Крыму, Дагестане и Северной Осетии. Около пяти тысяч молодых людей из Ростовской области отправятся служить в армию. 1 апреля стартовал весенний призыв. В отличие от осеннего, он станет более многочисленным. Осенью было призвано 4 тысячи человек. Это связано с тем, что служить отправятся выпускники СУЗов и ВУЗов. Но есть и другие отличия. Президент Владимир Путин подписал закон, который уточняет основания для отсрочки от армии. Теперь молодые люди смогут окончить учебу, не прерываясь на службу в армии, рассказал на встрече с журналистами военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин. Да, мы раньше призывали тем, кому исполнилось 18 лет, не давали права на отсрочку. Государство пошло на то, чтобы предоставить до 1 октября отсрочку. Ребята стали поступать в высшее учебное заведение и среднее специальное заведение. Дальше мы призывали тех, кто воспользовался первой отсрочкой, отучился на бакалавра, а вот на магистратуру, это уже была третья отсрочка, такого права не было. И вот сейчас и это устранено. Кроме того, отсрочка дается выпускникам школ, которым не удалось поступить в среднее или высшее учебное заведение, но удалось поступить на подготовительные курсы, отмечает Анатолий Трушин. Словам военкома Ростовской области, армии нужны не только физически сильные и здоровые солдаты, не менее важно, чтобы призывники были образованы. Из 4900 призывников более 2000 направят в сухопутные войска, 1000 в Нацгвардию, 500 в воздушно-космические войска. Около 60% призывников будут служить в Южном военном округе. Международный туристический фестиваль «Мир без границ» прошел в Ростове. Свой потенциал продемонстрировали более 130 фирм и агентств Ставрополья, Крыма, Кубани и Ростовской области. Участвовали и другие регионы. Республика Беларусь презентовала памятник архитектуры 16 века «Мирский замок». Одна из главных достопримечательностей Беларуси, оказывается, имеет отношение и к Донской земле, рассказывает представитель республики Александр Петрович. Этим замком в начале 20 века владел руководитель войска Донского Николай Святополк-Мирский, он же был участником русско-турецкой войны 1877 года. Новое туристическое направление представила Ростовская область, золотое кольцо Боспорского царства. Это межрегиональный маршрут по историческим местам Крыма, Севастополя, Кубани и Дона. Маршрут информационно насыщен и, безусловно, вызывает интерес, отмечает турист из Краснодара Олег Тугаев. Очень большой объем информации дают, очень познавательный. И буквально мы проехали по всем дорогам, которые здесь изображены. Фестиваль «Мир без границ» открывает туристический сезон 2019. Ростовская область планирует прошлогоднюю планку удержать. Благодаря чемпионату Дон посетило рекордное число туристов – 1,330,000 человек, рассказал корреспондентам телеканала «Дон-24» замгубернатора Юрий Молодченко. Туризм для нас – это отрасль, которая должна приносить в структуру ВРП, валово-региональных продуктов, значимую толику. Поэтому для нас это драйвер роста и в стратегии развития это прописано. И, конечно, вот ту планку, которую поднял чемпионат мира и 2018 год, мы эту планку опускать не будем. К этому наплыву туристов регион готов. Есть семь новых гостиниц на 500 дополнительных номеров. Всего на Доно 532 объекта размещения туристов. Об этом говорили на туристическом конгрессе представители правительства и муниципалитетов. Навести порядок в Евровидении пообещал ростовский блогер Вадим Манукян. Одна из политических партий Латвии выдвинула активиста на пост президента конкурса Евровидения. Блогер, а также член экспертного совета по развитию информационного сообщества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян постоянно касается в своих публикациях темы Евровидения. Он считает несправедливым то, что конкурс судят жюри, а не зрители. Кроме того, некоторым его участникам больше 35 лет. А это противоречит его идее как конкурсу для молодых исполнителей, говорит Вадим Манукян. Еще один момент, который необходимо менять, считает блогер, это содержание песен и стиль исполнения. Они должны соотноситься с той стороной, которую представляет певец. То есть звучать на своем языке, быть уникальными, а не копировать англоязычные хиты. Свои порядки в Евровидении Вадим Манукян сможет навести, если его выберут президентом конкурса. Пока выбирают не его, а партию, которая его выдвигает. Это новое политическое объединение, которое пытается сейчас о себе заявить. В Европарламенте оно еще ничего не значит. Выборы пройдут 25 мая. Улыбчивые автобусы вышли 1 апреля на маршруты в Ростове. Одна из транспортных компаний города поздравила жителей и гостей Донской столицы со всемирным днем смеха. На шесть городских маршрутов вышли автобусы, украшенные смайликами и ярким словом «Улыбнись». Такой транспорт будет радовать пассажиров на протяжении недели. На каждом маршруте курсирует по автобусу. Это были новости. ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. С вами была Наталья Тарасова. И о погоде. Категория 12+. По информации сервиса Яндекс.Погода в Ростове-Таганроге ночью облачно. С прояснениями на термометре плюс 8, плюс 6 градусов. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Сальске пасмурно. Небольшой дождь на термометре плюс 6 градусов. В Твершинской ночью от плюс 6 до плюс 4. Пасмурно, но без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова